Взгляд Здравствуйте! Вы смотрите программу «Взгляд» и сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Леонтьев. Здравствуйте, Михаил Владимирович! Давайте поговорим о том, как вы видите в парадигме большой игры ситуацию современной в Сирии. Ну вот надо для начала определиться, что такое большая игра. Вот в моем понимании большая игра, ну есть классический эпизод, это мы знаем, это 19 век, в первую очередь вторая половина, это противостояние, то, что Киплинг называл непосредственно большой игрой, это противостояние Британии, Британской империи, Российской в Центральной Азии. Почему Центральная Азия? Почему это очень похоже на Холодную войну 20 века, да? Потому что Центральная Азия это как бы периферийный регион, как бы. Вот долгое время и до сих пор в какой-то степени в центре всей этой истории находится самая нищая страна, несчастная, под названием Афганистан. Вокруг нее крутятся вот эти жернова политики. Кстати, по составу участников видно, кто является как бы наследником игроков большой игры, роль американцев, совершенно очевидно. Вот даже здесь по Афганистану, как Британия, значит, передает эстафетную палочку, не совсем добровольно, кстати, и не совсем мягко, но передает своим, так сказать, братьям, бледнолицам из-за океана. Вот, вот существует жесткое противостояние в Европе, да, существуют места, где переход, значит, три метра туда, три метра туда, начинается мировая война, глобальная война, ну, там, в разные периоды. Существует место, где можно играть, где можно мериться, значит, различными отростками, вот, и, значит, изображать круто, и таким образом и продвигать какие-то очень стратегические вещи. Это вот центральная Азия. Для России генетически этот регион и интерес к нему был связан с проливами, это глобальная геополитическая цель России, понятная очень, в значительной степени актуальная до сих пор, ну, в меньшей степени, в силу изменения вообще географии, коммуникации, технологии просто, да, вот, значит, и Россия стремилась к проливам, а Британия испытывала параноидальный страх за Индию. Эти моменты, они в какой-то степени сгладились, но вот эта вот большая холодная война, она сохранилась, и с этой точки зрения, фраза Киплинга и его, собственно, в Киме, да, когда все умрут, только тогда кончится большая игра, она абсолютно точна, потому что, ну, умрут, может быть, не в физическом плане, но в плане дееспособности, в плане субъектности, да, Россия почти умерла, и мы видели, как большая игра закончилась, как бы закончилась. Ну, да, то есть не было оппонента. Она, между прочим, заканчивалась еще, не первый раз заканчивалась. После, короткий период после большевистской революции она тоже закончилась, как бы, да, а потом возобновилась с огромной силой в других формах. Вообще, самый счастливый период большой игры холодной войны, это период противостояния с Советским Союзом, потому что у наших противников, у них было железное, мощнейшее идеологическое основание. И то, что они всегда прятали, то есть такую базовую генетическую русофобию, было прятать легко. Легче всего было прятать тогда, да, вот. Сейчас прятать совсем сложно, а в 19 веке просто не прятали. Тогда русофобией гордились. Почему интересен анализ текстов, вот, то, что я пытался делать тогда, значит, публикации, журналистской публицистики, потому что они выдают с ушами всю генетику этого процесса, да, вот. Смысл процесса состоит в том, что откуда вообще вот эта вот русофобия генетическая запна. Это генетическая, это не заблуждение, это не дикость, это не какой-то там расизм, да. Хотя здесь есть элементы всего этого. Это система, образующая для западной цивилизации, для англосаксонской в первую очередь, как ее стержня, победившего полностью, да, понятие. Почему? Потому что Россия является единственной страной в мире, которая не была оцивилизована Западом единственно известным, понятным ему способом. То есть насильно. То есть не было осуществлено то, что сейчас называется гуманитарной интервенцией, да, а теперь это называется гуманитарная интервенция, да. Вот. Значит, она, по идее, она не может быть не варварской. Как она может быть не варварской, если она была... А тут еще претензия на самостоятельную, помимо Запада, рецепцию христианства, причем прямую от Византии, а не через Рим и римские всякие, значит, институты, это я имею в виду в смысле как наследие Римской империи, да. И Запад не может быть Западом, он не может себе свою идентичность, вот эту исключительность, да, абсолютную. То есть, а исключительность в чем заключается? Что ценности, которые он представляет, являются абсолютными ценностями. Эти ценности выше, лучше, они единственно возможны. Все остальные ценности могут быть в самом таком толерантном варианте, могут быть терпимы в той степени, в которой они почти не отличаются. Или вообще в идеале не отличаются. Да, если отличаются, все, это уже второй сон. Вот. Это системообразующая вещь. И поэтому Россию надо носить, кстати, в силу специфики исторического развития России, получилось так, опять же, вернемся к тому же Петру, что культурный слой русский, он был в значительной степени имплантирован, ускоренно имплантирован Западу. Ну, это то, что называется десинкретизмом культуры, да, когда образованный слой, не то, что говорил на другом языке, он иначе жил, иначе питался, иначе девался, чем основная масса народа. То есть, он был прозападный. Он был западнообразный. Он даже не всегда был прозападный. Эта эволюция произошла довольно быстро. И если мы посмотрим на тот же культурный слой второй половины XIX века, это русская элита, которая была помешана геополитикой, а геополитика была противостоянием с Британией. Очень смешно, что мы все время находились в ситуации столкновения с ними глобального и геополитического, но никогда с ними не воевали. Всегда воевали на их стороне. Практически всегда, кроме единственного случая, который является дипломатическим и политическим позором для англосаксов. Англосаксов – это Крымская война. Потому что они показали уши. Потому что самая ключевая проблема историографии англосаксонской – чтобы не показать, что Крымская война – это часть большой игры. Нет, это совершенно отдельное столкновение. Потому что иначе тогда все понятно. Кому чего надо. Сразу видно, кому чего надо. Да, и вот их потрясающее умение втягивать Россию на своей стороне в судьбоносные, жизненно важные глобальные столкновения. Как это было с Наполеоном, как это было в Первую мировую войну, как это было во Вторую мировую войну. Даже такое понятие, как Россия – жандарм Европы. И даже сейчас. Нет, Россия – жандарм Европы – это немножечко другое. Россия, как жандарм Европы, выступала как предвозвестник нынешней внешнеполитической доктрины Путина. То есть доктрины защиты реального усилю юриденитета. Потому что тогда легитимность, ведь что такое жандарм Европы? Россия стала гарантом легитимности. Причем эти гарантии были настолько, кстати, та же самая ошибка, как и сейчас. Может, это ошибка, может, не ошибка, отдельный вопрос. Делает и наша дипломатия, совершает тот же самый шаг. То есть, когда некие принципы ставятся, к счастью для нас сейчас уже не всегда, ставятся выше, чем реальные текущие интересы страны. Потому что Россия спасла существование, например, австрийской монархии. во времена Метерниха, которая ей нанесла удар в спину, и никаких оснований считать, что она его не нанесет, не было. Просто никаких не было. Абсолютно гнусно настроена по отношению к России образование. Но государь Николай I считал, что ценности важнее. Он был рыцарем. Это вредно для геополитического здоровья. Вот, так, Сирия. Ну, чисто географически даже. Это прямая рецепция большой игры. Афганистан, Ирак, Сирия. Сюда ближе, сюда дальше. Кавказ, опять же. Та же грузинская война. И вот все это. Единственное, что никогда Россия не вступала в это столкновение с такими, на таких ущербных позициях, как сейчас. Никогда. Потому что нынешняя Россия является продуктом полураспада исторической России. К счастью, полураспада. И обвиняя в чем-то Путина, лидера, который вытащил страну из вот этого полураспада, который должен был превратиться в полный распад. Вот просто вот он должен. Он шел к этому логически, физически и очевидно. До состояния, когда страна стремится в общем к, можно назвать, реваншем, можно назвать возрождением. В хорошем смысле слова, действительно реванш. Потому что это распад исторической России. РФ является частью исторической России. Может быть, ее коренной частью, но частью. То есть, тельце есть, ручек-ножек нет. То есть, в общем, организм сохранен. Но имперские амбиции забыты. Нет, видок. Почему забыты? Они не забыты, они сообразованы с длиной оторванной ручки. Да, вот сколько вот она оторвана, столько амбиции. Это касается и Донбасса, и Украины, и так далее. Поэтому вот те, которые оппоненты наши периодически объявляют Путина шпаной, авантюристом и каким-то там чуть ли не ненормальным, они, конечно, просто лгут. Потому что более осторожного, более взвешенного, более несклонного к любому, любому риску, кроме неизбежного. Политика, в принципе, нет. Ошибки могут совершать все, но если говорить о критериях, то есть о политической парадигме, она, безусловно, такая. Никакого риска, да, то есть... Потому что рискует он не собой, он рискует страну. Это понимание... Это важно, и зачастую оказывается, что он был прав через какой-то исторический промежуток, потому что на каждом данном этапе видно, что, ну, невыигранное сражение, невыигранная война, незаконченная, она всегда порождает рецидивы. То есть ты оставляешь на теле болячки. А как вы относитесь к ситуации, что на одном человеке замкнуты все наши надежды, наш Крым, наша Россия, наша империя? А так в России всегда было. Российская власть, она центрична. В тот момент, когда в российской власти появляются два центра, не говоря там уже о каких-то ветвях, да, она начинает разваливаться, потому что начинается разводка между этими центрами, которая рвет страну на части. Ну, а цезарство, приемничество какое-то, у нас же нету даже никакого оппонента. Ну, да, нужен он, этот оппонент. Вопрос же не в оппоненте. Оппонент всегда сидит внутри. Проблема не в оппоненте. Проблема в... Ну, российская власть в той степени власть, в какой она в какой-то степени самодержавна. Вопрос наследования, вопрос преемственности. Ну, давайте начнем тогда, если мы вообще будем говорить, чтобы не говорить глупости, на самом деле, или которые обычно в этих случаях говорят, вот, что такое вообще всякая политическая система. Политическая система — это способ передачи, способ воспроизводства власти действующей элитой. Какой способ воспроизводства эта элита предпочитает? Так называемую демократию, монархию, диктатуру. Это вопрос техники и адекватности выбора техники в данный момент по отношению к данному народу, по отношению к внутренним и внешним обстоятельствам. Это не имеет значения, потому что разница только в одном. Это воспроизводство власти элиты или невоспроизводство власти данной элиты. То есть то, что называется революция. Переход власти от этой элиты к другой и уничтожение предыдущей элиты. Полная или частичная. Вот это есть разница. Все остальное разницей не является. Ни в коей мере не являясь сторонником революции, поскольку это страшно разрушительно. Хотя можно быть сторонником революции, можно не быть сторонником революции. Это абсолютно бессмысленный разговор, потому что если революция созревает, если политическая система не может решить вопрос воспроизводства себя, то значит она не воспроизводится. Вот и все. Умерла, так умерла. Не шмогла. Это простая вещь. Все остальное это демагогия. Потому что вопрос о том, значит, ну, демократия это иллюзия участия народа в управлении собой, страной. А диктатура это иллюзия не участия народа в управлении собой. Никто не показал, не доказал. Очевидно, что при диктатуре обратная связь слабее, значит, чем при демократии. Демократия является идеальным способом, современная демократия, идеальным способом профанирования этой обратной связи. То есть тебе показывает ее как бы наличие, но с одной единственной целью. Ее эту, абсорбировать эту связь, да, то есть заменить ее суррогатом. Вот и все, да. Вот, и постоянно сменяемые, значит, группировки, которые, значит, элита выдвигает формальную власть публичную, они как бы являются вот то, что у нас говорили, пар стравливают. Да, система стравливания пар. Какое-то имеет отношение к демократии? Никакого. То есть к демократии в ее существенном плане, к народу властью, да. Дальше мы начинаем вопрос, возможно ли народа власть и так далее. Когда мы говорим о Путине и о каком-то там, каких-то альтернативах, так надо начать, в чем альтернатива? Является ли всенародный выбор альтернативы? В России никогда не является. Наоборот. Вот. Является внутриэлитная оппозиция, боярская, так сказать, оппозиция, является ли она альтернативой? В западном понимании ровно так же. Ровно так же, почему российская элита всегда была, значит, склонна к измене государства и власти? Очень простая причиня. Она хотела, чтобы было как у них, как в Англии. Демократия-то начиналась как элитная демократия, как демократия до очень узкого круга лиц. Вот. И действенна она только тогда, когда она ограничивается дееспособными субъектами. Чем вы больше расширяете сферу формальной демократии, тем меньше у вас реально осмысленной оппозиции, потому что люди разные. современная демократия делает вид, что люди одинаковые. И в тот момент, когда у вас появляется всеобщее равное избирательное право, вы должны выстроить огромную систему механизмов, которая профанирует это право, то есть, которая делает эту штуку управляемой, потому что иначе ее управлять нельзя. Нельзя. Это все равно, что вы возьмете в крупные корпорации и скажете, что каждый акционер, а также еще и не акционеры, а там наемные работники, имеют один голос при управлении, равный голос при управлении. Такая корпорация существовать не будет. Это противо здравого смысла. А государство, почему-то, гораздо более сложная система, чем любая корпорация. Почему-то так существовать может. Сейчас многие говорят о монархии. Монархия есть. Когда мы говорим о монархии, здесь единственный вопрос возникает. Монархия должна быть легитимной. Она легитимна в рамках традиционного права. То есть, что значит традиционная модель, традиционное право, это когда основная масса людей, подданных, уверена, что власть от Бога передается по наследству, по мазаниям. Но Романовых же пригласили, Рюрик. Пригласили, но все равно там было помазанья и так далее. Выборная монархия может существовать как смена династии, но ни в коем случае не как постоянный процесс. Потому что что в выборах нету сакральности? Это же сакральная монархия. В тот момент, когда большинство, если хорошо это или плохо, не воспринимает вот эту сакральную процедуру как легитимную, бессмысленно навязывается. С какой радости? Вот его там Вася родил Петю, и этот Петя мной будет управлять. Кто он такой вообще? С какой радости? Почему это я должен ему подчиняться? Это кто? При том, что конституционная монархия никакого смысла не имеет, это вообще ни о чем. Мы говорим о реально действующей монархии. Потому что в монархии есть здравый смысл. Единственный здравый смысл монархии состоит в том, что монарх, в отличие от демократически избранной власти, проецирует себя и воспитывается, таким образом, в нормальных обстоятельствах, на бесконечность. То есть это вечная власть в вечной стране. Он не ограничен избирательной игрой и периодом этой избирательной игры, которая делает человека, в общем, подчиненным задачи воспроизвести себя. Вот и все. Но есть другие недостатки. Это, грубо говоря, случайности престола и наследия. Да, такие случаи мы наблюдаем. Вот. Ну и говорить здесь не о чем, потому что вот, если мы будем говорить о современной России, как и о большинстве нынешнего человечества, монархия просто нелегитимна. Она нелегитимна в сознании, она нелегитимна в соответствии с теми понятиями о легитимности, которые существуют в массе потенциальных подданных. Тогда таким образом ее нельзя установить. Она нет и суда нет. Вопрос ни о чем. Ее можно любить, в нее можно верить, ей можно преклоняться и восхищаться, и реализовать ее практически невозможно. Хорошо. А вот русский мир в парадигме, опять же, большой игры, где он сейчас? Русский мир – это империя. Русский мир – это империя, и это люди империи. Русский мир всегда шире русского этноса, конечно. Хотя сейчас оказалась эта ситуация в какой-то степени аномальная, потому что он всегда был шире русского этноса, и русский этнос существовал внутри русского мира практически полностью, расширяясь на какие-то другие этносы. Мы сейчас будем говорить о имперском характере русского народа, который в нацию из-за этого не превратился. И, на мой взгляд, слава богу, что не превратилась на нацию – это ужасно. Вот. Всегда ужасно. Но сейчас, поскольку в результате катастрофы значительная часть русского мира оказалась, русского национального, этнического русского, оказалась за границами России, ну, имеется в виду политического субъекта, да, русского политического субъекта, получилась история, которая очень опасна для страны, да, она опасна, потому что это, да, это реально русские, которые оставлены практически на территории, захваченной врагом. В большей части врагом. Ну, то есть, так называемые негры, там, неграждане, вот, даже не делая ни в негражданах. Дело в том, что, дело в том, что в той степени, в которой эти части бывшей исторической России суверенизируются, они суверенизируются, как враги России. А, знаете, даже на Белоруссию, чем больше батька начинает играть в суверена, тем больше он похож на вражину. То есть, ему обязательно нужно дорожить против. Вот, в тот момент, ну, потому что, а тогда непонятно зачем, откуда субъектность-то берется, да, с чего? С чего? Элиты этих стран, они генетически настроены, это их единственная форма идентичности. Тем более, что они не являются продуктом борьбы, крови, революции, войны даже. Они все получили свою элитность на цель, на халяву. И эту халяву надо каким-то образом оправдать, ее надо легитимизировать. Они должны создать какую-то легенду. Вот, мы сейчас на Украине видим, как идет формирование новой украинской нации. Вот так же, как формирование азербайджанской нации было связано с армянскими погромами. Не хочу ни слова худого сказать азербайджанцам, так же, как и украинцам, да. Всякое формирование любой нации происходит через кровь, говно и потерю культурной сложности, то есть культурную дегенерацию, да. Это единственный способ формирования любого национального государства. Да и существование такой же способ, у него нет другого способа. Потому что в мире существует две вещи, империя и национальное государство. Национальное государство – это вот убожество, которое частично компенсируется современной толерантностью, которая сама по себе тоже убога. И тоже сама по себе чрезвычайным образом ущербна, да. Или это империя. Империя – это когда существует некая целостность, и в которой не существует империя, не может быть нацменов. Я имею в виду не исторические империи какие-то, а нормальные империи, нормальные современные империи. Там нет нацменов. В русской империи, во всяком случае, всегда так строится. Там есть солдаты империи. Там есть солдаты империи, которые себя идентифицируют вот с этим, да. Вот на чем построен шотландский национализм сейчас? Ведь шотландцы, шотландская гвардия – это же становой хребет британской империи. Потому что была британская империя от моря до моря. И было понятно, зачем. Там всегда существовали эти национальные трения шотландские, да, серьезные, обиды и так далее. Вот. Но понятно, зачем. А сейчас зачем? Еще в Евросоюзе. Вот зачем им вместе с не очень любимыми им британцами существовать в одном государстве в качестве подчиненной нации? Платить какие-то налоги кому-то. Вот зачем это? Чем это оправдывается? Ничем. Вот. Ну вот мы видим пример Украины, в которой действительно они все делают для того, чтобы вся их политика строится на недвести к России. Не было украинского этноса. Не было. Есть субэтносы на Западной Украине, сформированные путем длинной селекции австрийцами, частично поляками, да, вот эта украинизация, да, вот эти элементы генетически... Абсолютно. Венгры здесь ни при чем. Именно украинцы. То есть псевдо... Ведь в 19 веке национально сведомые, как сейчас говорю, украинцы считали себя русскими. Русскими и население было, и культурная элита их была абсолютно промоскальская, промосковская. И вот эта вот селекция плюс репрессия в течение 200 лет создала этот этнос, который в вакууме заполнил все. В украинском вакууме. Вот. Заполнил все. И вот то, что сейчас, если бы они не были бы просто дегенератами, им бы сейчас отделить все. Вот Юго-Восток, то есть неукраинскую часть. И они бы создали свое нацистское, абсолютно реально национальное государство, включив в него, засосав в него вот этих самых украинцев центральной, значит, Украины, да, которые в силу разных слов не способны этому сопротивляться. Вот не способны. Ну и Богу с ними могли бы создать. Они хотят все. По одной простой причине. Поскольку они вообще сами не очень вольны хотеть. Поскольку Украина всегда была несамостоятельным проектом, несамодостаточным. Это проект, который сам украинец выводился. Вот как выводится собака Бигль для того, чтобы лесу травить, так украинец вывозился для того, чтобы травить Россию и русских. Это вот специально выведенная порода человека, да, науськанного на русский. В той степени, в которой вот он соответствует, так сказать, стандартам охотничьим. С этой точки зрения он вот и есть украинец настоящий. Да, все остальное это русские какие-то недобитые ватники. Вот. И с этой точки зрения украинцы не могут хотеть то, что нужно Украине. Потому что ей вообще ничего не нужно, она сама себе не нужна. Это плетка, хлыст, я не знаю, там, вилы, шомпол, которым надо тыкать в Россию. Никакой другой функции нет. И в тот момент, если вдруг Россия перестанет существовать, развалится, предположим, да, выяснится, что они совершенно не нужны никому. Просто совсем никому не нужны. Как они будут жить, непонятно. Наверное, никак. Утрата России является для них катастрофой, да. Ну, так же, как утрата, например, Советского Союза являлась катастрофой для всей инфраструктуры холодной войны. Почему все так быстро? Они не нужны. Они не нужны, ну, как, а что, деньги, кто вам будет платить, да. За что? Да, 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 там, голос Америки начал прозябать, условно говоря, да, вместе, там, с радиосвободой. Просто прозябать, да, потому что надо как-то, как-то взворачиваться, что-то выдумывать, да, вот. Большая игра явным образом не кончилась, там есть одна такая вещь, вот, я, может быть, себя же процитирую любого, значит, что холодная война, в какой-то степени разговор о том, что холодная война закончилась, он справедлив. В том смысле, что холодная война – это битва равных. И холодная война – это вещь очень хорошая. Для человека, который понимает геополитические реальности, понимает, что они никуда не уберутся, вне зависимости от того, уважаете вы геополитику, или вы ее ненавидите, она все равно никуда не денется. Потому что это способ существования исторических субъектов. Вот они так существуют. Вот, жизнь – это способ существования белковых тел. Вода – так существуют организмы, которые живут в воде, да, а это вот, значит, вот. Так вот, холодная война имеет то огромное преимущество, что она не горячая. И все серьезные, ну, уже, к счастью, в возрасте, то есть имеющие какой-то исторический опыт, аналитики, в том числе западные, такие там, как Жорж Фридман и так далее, да, они с очень большим уважением относятся к опыту холодной войны. И к тому, той культуре поведения между элитами и странами, которая существовала в период холодной войны, когда люди друг друга не любили, иногда даже ненавидели, но уважали и понимали. И внимательно относились к взаимным интересам, потому что их случайное, неаккуратное нарушение могло кончиться очень плохо. Так вот, холодную войну надо заслужить. И нам еще очень много надо сделать, чтобы заслужить настоящую холодную войну, потому что, еще раз, холодная война – это соревнования равных. Не во всем обязательно, но равных, сопоставимых, да. Вот. И когда мы принимаем претензии к нынешней политической власти, что она не доводит до конца отдельные сражения холодной войны, то, может быть, ей надо отдать колоссальное должное, что она умеет останавливаться там, где, по ее расчетам, – риски превышают возможности. Я помню Причтинский маневр – один из достойнейших микроэпизодов российской политики 90-х, который обернулся жутким позором, в конце концов. Именно потому, что та Россия с тем политическим руководством, с тем возможностями, бэкграундом, не имела права на такие достойные эпизоды. Она их не заслужила. Вы же прыгнешь, ниже падать. Это очень важно. Надо сообразовывать, значит, прыжки с дистанции падения, да? И можно, конечно, вообще ничего не делать. Просто. Не менее товарища Кудрина. Вот политический манифест Кудрина в том, что мы вам говорили, что не надо раздражать дядю старшего, а то дядя сейчас бубо сделает. И вот он нам сделал бубо. Вот видели, да? Сделал бубо. А мы говорили, да? А дядя сделал бубо, потому что Кудрин под бубо подставил все необходимые части тела, оголенные предварительно, значит, в самом подготовленном виде. Человек является абсолютным архитектором модели, которая сделала экономику предельно уязвимой именно к этим санкциям. Эти санкции были рассчитаны именно на ту модель. То есть, первое, никакого внутреннего самостоятельного рефинансирования, внешнее рефинансирование экономики. Ведь главная уязвимость, которая нас есть, главная, там нефтегазовое оборудование понадобится когда еще. Россия реально может поддерживать нынешний уровень добычи 20 лет, практически не сильно напрягаясь. Потом будут очень серьезные проблемы. Но существующей ресурсной базы достаточно для этого. Но вот подставиться так, это главное, это, конечно, то, что... Ведь мы все, вот то, что Кудринская кубышка, то, что все говорят, вот молодец, он накопил на сложное. А что бы было, если бы ее не было? А если бы ее не было, этой кубышки, может быть, вообще бы была бы другая страна просто. Потому что, что такое Кудринская кубышка? Это когда вы берете все деньги, которые вы вынимаете из экономики, так или иначе, и перевозите их на Запад в той или иной форме, в иностранные банки, в иностранные документы, перевозите бесплатно практически. То есть спонсируете экономику Запада? А оттуда наши банки и наши экономические субъекты занимают эти деньги обратно уже дороже. Дешевле, чем ты можешь занять в стране, естественно, потому что в стране ты борешься с инфляцией, поэтому у тебя ставка охренительная, да? Ты их занимаешь дешевле, и вот этот кругооборот существует. Это и есть кубышка. Но кто-то наживается на этом? Не надо думать, что это какая-то кубышка, которая лежит у Кудрина под кроватью, или у кого-то еще, у Солуянова. Она наживается, наживается весь мир. Все наживаются, не просто наживаются, а получают справедливый доход. Они нас кредитуют. Когда мы говорим, что нам запретили западное кредитование, так западное кредитование было способом зарабатывать деньги на нас. Легким, самым легким способом. Просто нам... Это колоссальные потери, надо сказать, для западной банковской системы. Они действительно несут потери и издержки. Потому что они потеряли очень много, они отказались от многих заработков своих. Вот. Ну вот, в общем... Но геополитически. Если мы будем говорить, да, да. Так вот, про холодную войну, наверное, на этом можно и кончить. Да, о том, что он говорит. Что наша задача заслужить холодную войну. И я бы предпочел, чтобы каким-то законодательным актом или нормативным любым было бы установлено как критерий и как отправная точка принятия любых политических решений, что санкции введены навсегда. Что мы прекращаем разговоры про санкции. Вот Каха Бендукидзе, который в последней части своей жизни стал врагом России, но всегда был человеком чрезвычайно рациональным и разумным в экономике. Когда он там регулировал, был, значит, руководил грузинской экономикой, он сказал, ну что Россия, ну закрылся для нас российский рынок. Ну представьте себе, что там море. Ну нету там ничего, ну вот так случилось. И живите, исходя из этого. Вот надо представить себе, что там море. И все. И запретить просто руководствоваться в любых решениях под законом уголовного наказания. Соображениями возможной отмены, полной или частичной отмены санкций. И все. Тогда можно жить. Потому что вся концепция вот этих состоит в том, что давайте мы потерпим. Если вы играете в холодную войну, вы не должны ждать милости и жалости от своего противника. Ни в коем случае. Тогда не играйте в эти игры. Потому что это лучший стимул для него проводить именно эту политику. Потому что это единственная цель этой политики. Ориентировать, подсадить на крючок. И значит, вот почему санкции секторальные и почему они частичные. Потому что если ты совсем их задушишь, то они начнут сучить ногами. И суча ногами способны нанести неприемлемый ущерб душащему. А так мы чуть-чуть зажали. Чуть-чуть отпустили. О, смотрите. Смотрите. Уже же легче же стало. А если мы сейчас еще что-то, все будет отлично. Вот все, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok